Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Четыре обстрела со стороны российских боевиков зафиксировано в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки. Сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам ОТО Максим Праута. Он отметил, несмотря на уменьшение количества провокаций, противник продолжает использовать артиллерию крупного калибра. Сосредоточились оккупанты на луганском рубеже. Вторые сутки подряд фиксируется применение противником артиллерии калибра 152 мм по украинским позициям в районе Подлесного. В сторону наших опорных пунктов враг выпустил 10 снарядов. Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим защитникам неподалеку от Крымского. Было выпущено 15 мин. Все вражеские обстрелы были прицельными. В двух случаях украинские военнослужащие открывали ответный огонь из вооружения, не запрещенного минскими соглашениями. О аннексированном Крыму неизвестные сорвали одиночный пикет крымской татарки Эльмаза Кимовой. 28-летняя женщина вышла в Бахчисарае к ханскому дворцу. В руках держала плакат в защиту архитектурного памятника. Об этом ЮЭТВ рассказал адвокат Эмиль Газейдулаев. По его словам, два провокатора разорвали плакат. А сотрудники полиции вместо разбирательства ставили на Акимову протокол. В Турции прошли мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине аннексии Крыма. Организаторами выступило посольство Украины в Турции и Генеральный центр крымских турков. На тематической конференции представители Меджлиса крымско-татарского народа рассказали о ситуации в Крыму, давлении России на тех, кто выступает против оккупации, о преследовании крымских татар, заключениях, убийствах и бесправии. Также в рамках мероприятия была организована фотовыставка работ корреспондента «Радио Свобода» Антона Наумлюка «Взрослое крымское детство». Она рассказывает о детях из семей крымских политзаключенных, оставшихся без отцовской опеки, потому что уголовные дела и суды в отношении их отцов тянутся годами. 7 тысяч человек вышли на марш Немцова в Москве. В ходе митинга полиция задержала пятерых. Российские правоохранители проводили досмотр всех пришедших на акцию. По словам участников митинга, полицейские не разрешили пронести плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать, и я против аннексии Крыма». Подобные акции проходят в нескольких городах России. Около 500 человек собрались в Петербурге, чуть более сотни людей пришли на марш в Екатеринбурге. Немедленно остановить обстрелы в Восточной Гуте в Сирии минимум на 30 дней. Такую резолюцию принял СовбезООН. Ее поддержали все 15 членов организации. В документе отмечается, перемирие поможет доставлять гуманитарную помощь ООН и эвакуировать местных жителей. Это уже вторая попытка Совета безопасности ООН принять резолюцию по Сирии. 22 февраля голосование заблокировала Россия из-за несогласия с рядом пунктов в резолюции. По данным Сирийского центра мониторинга, в результате авиаударов сирийских правительственных сил при поддержке России за неделю в Восточной Гуте погибли 513 человек. Среди них 127 детей. Более 2000 человек были ранены. Сирийский народ не должен погибать, ожидая, пока Россия получит указания по поводу резолюции с Кремля или обсудит это с сирийским режимом. Почему Совбез разрешил это? Мы опаздываем с реакцией на кризисную ситуацию. Россия призвала отложить рассмотрение резолюции в четверг и провести открытое заседание по гуманитарной ситуации в Сирии. Тогда 14 членов Совета Безопасности уже были готовы обеспечить прекращение огня, однако Россия вновь помешала проведению голосования. До 14 увеличилось количество жертв террористических атак в Йемене. Еще 40 получили ранения. В городе Аден, около лагеря антитеррористических сил, взорвались два автомобиля, за рулем которых были смертники. Согласно заявлению властей, среди погибших есть как мирные жители, так и военные. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Более 7 тысяч пассажиров ожидают рейсов в международном аэропорту города Урумчи в Китае. По данным администрации аэропорта, из-за сильного тумана отменили или задержали 79 рейсов. Видимость на взлетно-посадочной полосе составляла менее 150 метров. По прогнозам синоптиков, в связи с повышением температуры, туман продержится в этом регионе еще несколько дней. 23-е зимние Олимпийские игры в Южнокорейском Хюнчхане завершились. Олимпийский факел передали представителю Пекина. В 2022 году столица Китая примет следующую Белую Олимпиаду. На закрытии игры флаг Украины нес нынешний чемпион, фристайлист Александр Абраменко. На соревнованиях были разыграны рекордные 102 комплекта наград в 15 видах спорта. В 9 из них участвовали спортсмены из Украины. В общем зачете сборная Украины заняла 21 место. Выиграла медальный зачет Норвегия. Сборной удалось завоевать 39 наград. Это рекорд по общему количеству медалей на одной зимней Олимпиаде. На втором месте Германия, на третьем – Канада. Украинец Артем Далакян стал чемпионом мира по боксу по версии WBA в весе до 51 килограмма. Он одержал победу над американцем Брайаном Вилориан, экс-чемпионом мира в этой весовой категории. По окончании 12 раундов победу присудили украинскому спортсмену со счетом 118-110. На счету Артема Далакяна 16 побед в 16 поединках, из них 11 нокаутом. Он вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко является обладателем чемпионского титула по версии WBA. Представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» будет певец Меловин. За победу боролись шесть исполнителей. За финалом следила наша Юлия Крючкова. «Евровидение-2018» «Under the Ladder» – песня о поражениях, приводящих людей к успеху. Ее 20-летний музыкант Меловин написал сам. Он же придумал постановку с «Горящей лестницей», на вершине которой он играет на рояле. «Больше всего занимало производство каких-то эскизов, идей, переговоров и прочее. Это самая, наверное, быстрая песня. Более того, самая быстрая песня в прямом смысле этого слова. Она самая ритмичная из всего моего альбома и вообще из моего материала». Меловин в «Нацетборе» на «Евровидении» участвовал уже во второй раз. В 2017-м он не стал первым из-за низкого балла от жюри. В этом году судьи оценили его песню пятью баллами из шести. Однако высшая оценка от фанатов, которых артист называет меловинаторами, позволила ему победить. На один балл меньше получила певица Таяна. Она, как и на «Нацетборе» в 2017-м году, оказалась на втором месте. На конкурсе она исполнила песню «Леля». На третьем месте – дуэт «Cod Nights» с песней «Beat of the Universe». Согласно жеребьевке, Меловин будет выступать во втором полуфинале международного конкурса 10 мая. Он выйдет на сцену 18-м и будет закрывать песенный вечер. Нам, в первую очередь, нужно попасть в финал Евровидения. Я думаю, что с этой задачей мы справимся довольно легко. Благодаря харизме у нас очень яркий в этом году представитель, такой самобытный. И его внешний вид, его поведение может уже являться поводом для обсуждений и для интереса к нашей стране в целом. Что касается выступления в финале, я рассчитываю на десятку победителей. 63-й конкурс Евровидения впервые пройдет в Лиссабоне. Благодаря Сальвадору Собралу он победил в Киеве. Финал Евровидения 2018 состоится 12 мая. Юлия Крючкова, Вячеслав Смирнов, UATV. Это и другая актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!